Итак, мы с вами у подножья проекта «Централ парк Прага». Я вам его уже показывала пару лет назад. В свое время очень-очень люксовый проект, лет 10 назад был, и с тех пор, как его построили, постоянно на него падают цены, и сейчас уже в три раза упали относительно того, за какие цены покупали. Это один из редких случаев в Праге, когда квартиры оказались крайне неликвидными, и повезло тем людям, которые покупали гораздо позже. Чем первые жильцы, потому что квартиры скидывали просто невероятные цены. По 30% за раз, и потому что они очень хорошо заработали на первой волне покупателей. Здесь очень-очень много русскоязычных живет. Вот, и мы сейчас идем туда, немножечко вам показать этот проект. Как я уже сказала, ему сколько лет? Лет 9, да? 9-10 лет. Это в свое время была безумно люксовая, дорогая, классная новостройка. Вот, сейчас она, конечно, уже немножечко устарела, но по-прежнему она считается достаточно востребованной. Это Прага-3, да? Угу. Жишков. В подтверждение прилагаю Жишковской телебашню. Первая волна жителей, которые заселились сюда, стала продавать квартиры из-за очень-очень высоких коммунальных платежей, которые были просто необоснованно высоки здесь. И, как оказалось, потом проводилось следствие, что для разных национальностей, грубо говоря, были абсолютно разные коммунальные платежи. То есть для тех, кто в Чехии как бы не живет, а покупал как инвестиционную квартиру, или приезжать временно, были одни расценки самые дорогие, для чехов поменьше, для иностранцев побольше. В общем, там был полный бардак. Вот. И когда люди стали узнавать эту всю информацию, то они уволили эту управляющую компанию свою и впоследствии стали продавать эти квартиры. Вот. Вот у кого-то есть садик. Сейчас покажем. Вот. Здесь почтовые ящики. Здесь я. Здесь почтовые ящики с этой стороны, потому что какие-то жильцы могут доставать. А свет где? Так. Два лифтика. Здесь сколько? 14 этажей, да? Угу. Это сад. Я тоже вам его уже когда-то показывала. Закрытый сад для жильцов. Пойдем? Сегодня дождик идет. Здесь вот есть окна вот такие вот как бы в земле, так сказать. Я не знаю, как это называется. Первые два этажа во всех башнях вот такие. А остальное башеньки. Ох ты, у кого-то какие-то балкончики малашные. Малаш. Вот такие во внутренний двор выходят балкошики. Велики детские валяются, все дела. Ну вот. Вот садик. Там есть еще детская площадка небольшая. Не пойдем под дождиком, да? Может, на обратном пути. Терраски милые эти. Ох ты, какие ступеньки покосанные. Да, тут. Тут квартиры. Много-много-много квартир во все стороны. Вильфты. А там что? Квартира. Здесь переход во вторую башню. Их сколько? Восемь, да? Да, пол. Тут балкончики. Большие. Большие балкончики. Когда проект появился, то трешки здесь даже до 20 миллионов кром доходили. На тот момент это сколько? Миллион евро был, да? Курс туда. Курс туда 20? 20, да, 20. Это значит миллион долларов на тот момент это было. А сейчас трешки не очень удачные планировки. Где-то за 6 миллионов купить можно. А красивые за 7. Это какое-то безумное явление, чей-то не чейный балкон. Забавно, но для жильцов. А он закрыт, кстати. Ты же видишь, что еще есть. Да. Это значит для жителей этого этажа, да? Да. Мы в другой башне. Один свет. Опять лица. Кладь свитки. И возлеца. Один свет есть? Да, ничего. Один свет. 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 Дождик идет, надо возвращаться. Девочка смотрит на меня с балкона. Вот переход между башнями, где мы с вами только что шли. И вот башня. Перейти можно только на нижний этаж. Ролеты внешние есть. Вот такой вот маленький экскурс, чтобы показать вам, что собой представляют новостройки пражские. Немножечко хотя бы. Чуть-чуть. Продолжение следует... Да, туалет уже старенький, в заброшенном состоянии. Не меняют ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Построена она, по-моему, где-то в девятом или десятом году. И на тот момент были квартиры от 12 миллионов за однушку до 20 за трешку. Примерно такие ценники были. Я это хорошо помню. Пойдём, подойдём поближе. А где переход? Пошли туда. Вот. И, конечно, она достаточно быстро распродалась. Уже остатки какие-то квартир там были в 2012 году, я помню. Знакомые обсуждали у меня. Ну да, очень эксклюзивный проект. И такое месторасположение неповторимое. Очень круто. Вот у кого-то даже там в башенке какие-то суперапартаменты. И балкон какой гигантский с деревьями совсем, видишь? Круто. Прямо возле этой, нам туда, прям возле этой новостройки находится ещё одна Коруни-двур. И у меня есть видео, я вам её показывала. Вот они, собственно, две, прям рядом стоят два проекта. Вот. И есть ещё, ещё одна резиденция, но она крохотная. И таких как та, ну так, штук 8, я знаю, на виноградах. И это просто один дом. Здесь целый комплекс жилой, а там просто один дом и такие штук вот 8 на все винограды. Да потому что объективно тут как бы район достаточно новый, там 1900-1910 года, 20-го некоторые здания. И по сути тут просто негде строить, поэтому тут всё вплотную застроено. Так вот некоторые были то ли снесённые здания какие-то, то ли я не знаю, что было на их местах. И немножечко построили эти новостройки. Они, конечно, проданы все всегда задолго до сдачи проекта в эксплуатацию. Спасибо. Спасибо.